Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители. Каналы добра и позитива. Говорит и показывает Франция, Париж. Мы находимся на станции Трокодера, или Трокодера, как это правильно произносится, не знаю. А это значит, что перед вами сейчас откроется замечательный вид на... что? Правильно, на Эйфелеву башню. Сейчас я покажу, как она красиво выглядит. В этот утренний час сегодня. Вот такая вот красавица. Стоит красивая такая, посмотрите, да? Обалденно. Утро. Париж. Позавтракали мы кофейком, круассанчиком, французским багетом, кусочком французского сыра. И настроение у нас что? Правильно! Улучшается! Да, сегодня хорошая погода в Париже. Людей не так уж и много, что радует, потому что можно спокойно посмотреть на Эйфелеву башню. Нет такой толчаи, толпы, так сказать. Вот так вот она выглядит красиво, посмотрите. Сегодня выходной день, воскресенье. Поэтому и пробок особо нету в городе, и нету, скажем так, такого активного движения и в метро, и везде на улице тоже как бы довольно-таки спокойно. Ну, это тоже неотъемлемая часть, видите, соответственно, продают сувениры Эйфелевы башни. Видите, у них на такой, на пружине, такой на проволоке, на железной, на металлической, вот такие вот разные фигурки Эйфелевой башни. Есть желтого металла, есть бронзового металла, по 5 евро маленькая. Вон их сколько там, целая куча. Лотки. И вот я даже не знаю, кто они там, марокканцы или еще откуда. В общем, тоже приезжают и, соответственно, ведут здесь свою торговлю. Вот. Ну, это вот площадь тоже такая красивая, посмотрите, интересная здесь. Мрам-мраш отполирован весь. Идешь, аж скользишь, как на коньках. Ну, и сегодня интересный тоже будет денечек. Похожу, снимаю для вас ролики. С городу Парижу. Вот. Ну, полюбуйтесь еще на такой замечательный вид Эйфелевой башни. Красиво, правда? Мне тоже нравится. Ну, не знаю. Останкинская башня, как мне кажется, она выше, чем Эйфелева. Там кто в этом рубит, разбирается, может быть, там погуглите, посмотрите. Мне кажется, что Останкинская повыше будет. Ну, по крайней мере, визуально. Ну, кому понравилось, палец вверх. Красивая. Да. Ну, что, а мы идем дальше. Покажу вам еще какие-то достопримечательности интересные из Парижа. Ну, вот, короче, стою практически под Эйфелевой башней. Не на, как все делают обычно, а под. Реально очень много народу. Вот. Очень большая очередь стоит за билетами. Вот здесь вот, на самом деле, вход. Вот там вот, если посмотреть. Да, вот здесь вот вход. Такими маленькими кабинками поднимается наверх. Можно пойти по лестнице, можно на лифте на таком подняться. Ну, пешком дешевле, соответственно. Вот. Это вот такая вот, посмотрите, огромная очередь стоит. Вот. Можно. Подняться, можно не подняться. Короче, мы не стали подниматься. Мы идем дальше. Ну, что, гуляем, ходим по Парижу. Вот так вот все это красиво выглядит. Находимся сейчас мы в районе Оперы. Находились, набродились. Были в Лафаэте. Порадовали себя немножко покупками. Сделали такой небольшой шоппинг. Вот. И сейчас пришли, короче говоря, в такой ресторанчик тоже такой. Не-не-не плохой. Да. Видите, такие вот деревянные. Вот у него такие вот. От ящиков из-под вина потолок оформлен. Такие вот старые петли. Из-под вина там. Видите, вот. Разные. Вот. Значит, взяли бутылочку Шардоне. 2011 года. Токорское вино. Вот так вот по льду нам принесли. Вика взяла салат с уткой и с фуа-грой. Фуа-грай. Это у меня лавка салат. С молодым картофелем с таким интересным. Вот. Я, как всегда, взял таких вот небольших виноградных улиток. В запеченном соусе. Вот. Луковый супчик такой небольшой тоже. Вот. Французский багет, как же без него. Вот. И вот такие вот лягушачьи лапки. Мои любимые. Вот, честно говоря, я в Париже первый раз пробую лягушачьи лапки. Ну-ка, Вика, что скажешь? Ну, что да. Зачет? Ага. Зачет. Короче, такой вот. Хотел сделать ролик такой, скажем так, по дням. Разбросать его, да? А потом понял, что, короче, будет одно большое длинное кино. Вот. И вас не мучить, моих подписчиков, да? За раз сели, чайку налили и смотрим, да? Так что у вас будет, я думаю, чего посмотреть. Ну что, пожелайте нам приятного аппетита. С вами добро и позитив. Все. Скоро увидимся. Пойдем дальше на Элисейские поля гулять. После обеда, да? Ну, вот взяли такой вот билетик на автобус. Стоит он на двух человек на два дня 62 евро. Можно взять за один день, то тогда на человека 27 евро получается. Но выгоднее брать на два дня. Поэтому тоже вот имейте в виду. Ну, вот прокатимся, посмотрим. Виды Парижа с крыши автобуса юридического. Такая вот красота. Катались с вами по Барселоне, теперь по Парижу. Кстати, вот посмотрите ролик «Один день в Барселоне». Кто из моих новых подписчиков. Мне кажется, очень хороший ролик получился. Рекомендую вам. Это дом инвалидов 17 века. Был построен как отель для инвалидов, ветеранов, там, войны и все остальное. Такой вот интересный ансамбль, да? Архитектурка такая вам, ребята. Так. Красота. Очень красиво. Такие вот пушечки стоят. Ничего себе красивые, да? Такая вот архитектурка. Да, это дом инвалидов заслуживает уважения, скажем так. Действительно красиво. Вообще круто. 1671 год на постройке. А вот, посмотрите, что впереди по курсу. Чисто все аккуратно, обалдеть как. Вообще класс. И Эфелева башня кусочками. Такие вот колонны интересные. Ничего себе. Одна, а вот вторая. Красота. Сейчас будем переезжать реку Сену по мосту. Хорошо. Мост называется Александр Третьего. Самый красивый мост Парижа считается. И с другой стороны тоже. Видите, такие. Вообще классные. Красота. Площадь Конкорд, короче, перед вами. А это вот шпиль, привезенный с Египта. Вот так вот. Красиво. Мне нравится вот именно еще, как видите, все чисто, все аккуратно. Вот так подстрижены деревья. Не знаю. Не, ну в Париж, конечно, за счет. Что говорить-то? Очень красиво. Как я уже говорил, в Париже очень много парков. Очень много. Не знаю, штук восемь, наверное, может больше. Это, кстати, деревья шелковицы называется. А с правой стороны у нас сено. Все здорово. Кому нравится, палец вверх. Собор Парижской Бога Матери. Проезжаем. И направляемся к Ноттердам де Пари. Такая вот архитектурочка, да? Ух, красавица какая. Чусь я. Здорово. О, уже ресторанчики пошли. Компешечки. У меня работа тоже. Солнечка такая. А-а-а. Красиво. Такой вот Бурбонский дворец вам показываю. Красивый, да? Французский флаг развивается, как положено. Музей Франции только что проехали тоже. Спасибо. О, перед нами фасад оперы парижской. Обалдеть, как красиво, да? Знаменитую оперу вам показал. Смотрите, какая красота. 73 скульптора, короче, трудились на фасадер. Красота. Красиво. Ну что, вот вам и Елисейские поля с Триумфальной аркой. Знаменитой. Вот так вот. А раньше это были просто фруктовые сады. И все. Вот с правой и с левой, я не знаю, там видно, нет. Очень много зелени в Париже. Очень много зелени. С правой стороны, с левой стороны. Здорово. Тоже куча всяких разных магазинов, бутиков. Красота. Вот такая вот Триумфальная арочка. Видите, туда можно подняться и на лифте. Наверху люди ходят. Вот. И здесь есть небольшой музей в самой арке, куда вписаны 500 генералов, которые, скажем так, повлияли на историю Франции. Вот так вот. За что им респект и уважок, конечно. Ну ладно. А мы сейчас будем сходить с автобуса и пойдем просто гулять по городу. Ну что, гуляли-гуляли, проголодались. Короче говоря, пришли мы в такое вот место замечательное. Ресторанчик в районе Опера. Заказали вот такой вот салат Цезарь. Вика взяла суп с авокадо, а я взял вот такой вот луковый суп. И взяли Прованс, розовое вино, которое пил Брэд Питт и Анжелина Джоли в этом ресторане, как нам сказал Сомелье. Вот так оно называется. Кот де Прованс, 2011 год. А вот у этого ресторана на самом деле есть вот такой вот диплом. Я не знаю уж там, что там по-французски написано, но как нам объяснили, что этот ресторан, он занесен там какие-то там звезды тоже. Мишелина там или еще что-то такое. Да, да, да. Что-то вот с этим связанное. Видите, тут разные такие вот у него фигурки, статуэтки такие есть разные. А ресторан этот называется. Не знаю, я вот визитку взял. Вот, если это будет видно. Вот так вот он называется. Находится он в Париже. Вот. Это, кстати, это Шато де Лаубад. Это, кстати, коньяки. Вот те, кто ценители коньяков. Я, по-моему, делал тоже обзор. Показывал про, как он называется, про Хеннесси, Ричард. Вот. Есть еще Луи 13-й, тоже французский коньяк. Есть еще такой вот Арманьяк. Лаубаде. Тоже, если кто-то интересуется, занимается этим, вот имейте в виду. Да, имейте в виду, тоже это все можно здесь во Франции, в Париже попробовать. Ну и, как бы, соответственно, вот эти все дорогие вина тоже. Помероль. Что еще? Шато. Сантамильон. Да, тут целая-целая-целая батарея. И вот такой вот, смотрите, здесь интересный такой витраж, короче говоря. Такие вот колонны. На самом деле, ребят, ресторан дорогой. Вот эта бутылка вина, ну, не знаю, дорого-недорого, она стоит здесь в ресторане, как нам сказали, 33 евро. Ну что, вот такой вот счет получился за наш такой легкий ужин. Не ужин даже, как сказать, обед-ужин, да? Ну, сейчас сколько времени? Ну да, 29 евро. Да, 29 евро это бутылочка вина, онион суп, суп луковый, да? Вот, потом гаспач томатный 10,50. Обалденно. Салат Цезарь. Видите, большие налоги, большие налоги, ребята. Ну, винар. Общий прайс 65,50. Вот тебе такой вот Париж. Ну, реально было вкусно, да, Вик, скажи? Да, но в прайсе у них написано вино за 20, но его нет в продаже, есть только за 20. Да, так что имейте в виду. И вон, он суп у них был там 8 с чем-то, а этот какой-то с добавлением дополнительного сыра, поэтому, наверное, напиши. Понятно. Вот имейте это в виду все. Жак Де Санж в Париже. К вашему вниманию. Да. Вот такие вот интересные виды. Такая вот архитектура. Вот так вот. Куча разных всяких магазинов, ресторанов, всяких разных, не знаю, лакпосты, бали. Чего тут только нет. Обалденно, как красиво. Ну, вот мы, короче-короче, гуляем по Парижу, по центральной его части. Вот, ходили-ходили, бродили-бродили, дошли до станции опера и зашли в такое вот кафе под названием Делапаис. Улица Мира. Рядышком находится. И это называется улица, ну, не улица, это площадь Де Ла Опера. Вот так вот. Вот. Заходим, короче говоря, вовнутрь. Видим, такие вот прекрасные орхидеи нас встречают. Вот такая вот лепнина, не знаю, ну, это просто, я не знаю, это просто невозможно, как красиво, короче говоря. Такая вот архитектура, такие потолки, потрясающе красивые. Такой ресепшн. Вот. Девочицы такие встречают. Супер. Спасибо. Да, мы идем сюда. Да. Вот. Сейчас по бокальчику розового Провансика, да? И здесь цена уже сошли. Понятно. Да. 60. Но нас ничто не остановит, правильно? Да, мы же поели. Да. Нам только дриньк. Очень чувство. Ребята, какая архитектура. Посмотрите, обращайте внимание на детали. Бля, ой. Я, правда, выпил уже немножко, но вы уж меня простите. Я же в Париже. Короче, это вам не Лувр, конечно, это вам не Версаль, но, тем не менее, да. Но все выполнено с душой, с толком и с расстановкой. Ну, кстати, по напиткам. Вот, помните, я вам обзор делал на Хеннесси Ричард? Вот. Это Хеннесси Парадии. Да. Что-то. Куантро есть. Есть Хеннесси Файн какой-то коньяк, не знаю. Гранд-Маринье тоже я вам рекомендую. Вот такая вещь классная. Ну, быть во Франции, конечно, не попить вина, не знаю, ребят, ну, это ошибка, конечно. Мне кажется, что нужно обязательно это сделать. И, конечно, попить вина. Хорошего французского. Провантика, помероли, не знаю, там, много всего, 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 всего остального. И обязательно зайти Коко, правильно, Шанель. КОНЕЦ Ну, а то, что-то поломалось у Феррари, вот, не смог пройти мимо, обязательно решил для вас заснять что-то такое. Может, бензин кончился? Бензин кончился, говорю, нет? Ага. И Штанель тоже под бензин сиклась. Заправить надо, и поедет. Аж до пяток. Угу. Ну, что, дорогие друзья, вот так вот плавно-то наши выходные во Франции, в Париже подходят к концу. Не знаю, поснимал для вас вот такие сюжеты, такие зарисовки, так сказать, да, поэтому пишите в комментариях, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Надеюсь, вам понравилось. И еще сейчас вам дам маленькую краткую информацию о том, как можно, эффективно, как мы, за три дня посмотреть Париж. Сейчас буду идти немножко по улице и немножко вам расскажу такую маленькую справочку. дам. Значит, если вы приехали в Париж на три дня, вот мне кажется, что первый день, первый день лучше всего посетить Лувр или заняться шопингом. Потом сад Тювели, посмотрите, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальную арку можно посмотреть. До Триумфальной арки ну, как бы, можно доехать до метро Тракадера и оттуда посмотреть тоже Эпелеву башню. Забраться наверх тоже можно. Лучше всего на закате. посмотреть Марсовое поле. Можно сделать прогулку на кораблике по сене. Это вот в первый день. То, как сделали мы. Во второй день можно посмотреть, что площадь Бастилии, центр Помпиду. Ну, кто любит музеи, можно посмотреть музеи современного искусства или опять же заняться шопингом. Потом что еще? Собор Парижской Богоматери можно посмотреть. Монмарт. Сокрикер. Вечерний вид хороший там на Париж тоже. Это вот во второй день можно сделать. И в третий день можно посмотреть Пантеон, Латинский квартал, Площадь Согласия опять же, Вандомскую площадь, Гранд-Апера, Мост Александра Третьего тоже можно глянуть. И Собор Дома Инвалидов. Конечно, название не очень на самом деле, но на самом деле постройка очень красивая. Вот, кто был в Париже, как бы так вот рекомендую вам посмотреть. Ну, а так, скажем, подводя такой итог по прогулке по Парижу, на самом деле понравилось. Да, понравилось. В принципе, да, можно, Вика правильно подсказывает, то есть, можно взять билет на красный автобус двухэтажный, они тут есть зеленые, там еще какие-то, желтые какие-то есть. Желтые экономнее. Да, и проехаться вообще весь центр Парижа по кругу на этом автобусе. Вот, действительно, это будет правильно. На интересующие вас остановки просто выйти и, короче, погулять, потом обратно сесть и дальше поехать. Ну, все, ребят, что, заговорился я уже с вами. Все, скоро увидимся. Пишите. Все, до новых встреч. Чао. Пока.